Моя реанимация Орхидеи принесла уже первые положительные сходы результаты. Появились несколько молодых здоровых корешочков. Обращаю Ваше внимание, я предпочла классическую систему. Кара сосновой, древесный уголь и мульчирующий слой моксфагну. Вот можно обратить внимание, как из пасух уже появляются, проклюваются новые корешочки, которые в скором времени станут с активными кончиками. С этой стороны тоже можно хорошо, отчетливо рассмотреть состояние корневой системы. Она здоровая, есть пожелтение листья, но это обычное состояние. Когда растение теряет практически полноценную корневую систему, которая у него была до этого, то потом, конечно же, могут быть такие последствия. То есть растение, конечно же, берет свои запасы, оно их израсходует иногда даже полностью, дабы пустить весь запас потенциал на зарождение новых клеток, корешков, листиков, то есть тех вегетативных частей растений, которые помогут ему выжить. Вот с этой стороны можно также поближе рассмотреть новый появившийся корешочек и также, конечно же, уделить внимание состоянию шейки. То есть там не должно быть никакой появившейся плесени. Это должен быть просто сухой стволик после сосудистого видания, например, как в моем случае. Мне кажется, вы сейчас со мной согласитесь полностью, что выглядеть так растению, сохранить настолько хорошо торгар листьев, не потерять упругость, никак не спровоцировать наступление морщиниста стилистил. Мне кажется, это что не есть настоящая заслуга тех препаратов, которые мне, безусловно, помогли в этом. Давайте сейчас и уделим внимание им. Итак, вполне логичный будет начать именно сборной кислоты, потому что на самом деле всеобщее заблуждение заключается в том, когда спасают орхидеи, которые остались без корневой системы, все заботятся о гетеро, о ксине, о корешках. Но на самом деле мы должны отталкиваться ровным счетом от противоположного. Мы должны сделать все в наших стилах, дабы сохранить листву, то есть дабы сохранить то, что есть на сегодня имеется, и приумножить, то есть получить еще что-то дополнительное. Это контекст корневой системы. Так вот именно борная кислота, что не самый лучший способ, придуманный для нас, для наших орхидей, который, конечно же, работает. Проверено мной неоднократно. Борная кислота. Я специально положила эту маленькую мерную ложечку. Здесь 2 грамма. На самом деле нам понадобится на 1,8 и меньше 2 грамм, то есть 0,25 грамм на 1 литр воды. Обращаю ваше внимание, передозировок больная кислота не любит. Итак, следующим моим помощником является йод. Вы знаете, что он участник моего квартирта и по праву заслуживает там первенства, потому что он, как никто другой, выполняет и протекцию от грибных заболеваний. Это такая себе дезинфекция. А также, конечно же, он снабжает питательнее и помогает растения поддерживать в тонусе. Это тот элемент, который многие недооценивают, и большинство производителей даже не досуживается его добавлять в состав удобрений привычных, там обычных, поэтому обязательно его должно быть вами, вы должны его пополнять. Йода, но вам понадобится всего лишь 2 капли на 1 литр воды, именно поэтому я показываю в кадре и инсулиновый шприц, и пипетку. Сейчас объясню, в чем разница. Обратите внимание, самый маленький объем, который мне удалось найти, это 0,5 мл инсулинового шприца. Нам понадобится для приготовления раствора йодного, для спасения орхидеи, 2 капли из пипетки для глазных капель. В чем разница, сейчас покажу. Когда мы с вами отмеряем 1 каплю, то это даже намного меньше, чем достигает отметочки пятерочки. Вы можете себе представить, насколько это мизерное количество. Конечно же, вы можете, например, для ориентира взять сначала с пипетки, потом посмотреть, по какой шкале оно доходит до какой отметки. Но зачем придумать велосипед, если для нас уже придумали доступные, дешевые пипетки. Вот я специально для йода именно ими и пользуюсь. 2 капли на 1 литр. Йод 5%. С перекисью водорода дела обстоят проще всего. Перекись абсолютно можно вносить без каких-либо ограничений почвы, потому что это не является питательным элементом. В перекиси водорода нет абсолютно никаких ни микро, ни макроэлементов, ни витаминов, ни аминокислот, ни гормонов, ничего. Это просто пероксид. Именно поэтому в воде при взаимодействии с водой он вступает в реакцию и распадается на кислород и водород. То есть наступает такой процесс, который снабжает корневую систему орхидеи кислорода. Это коктейль кислородный, это воздушный коктейль. Это хорошо аэлирует, это хорошо очищает, дезинфицирует, прочищает. Я от перекиси водорода в восторге. Вы уже знаете об этом наверняка. И, конечно, дозировка у него очень простая. Это 1 столовая ложка 15 мл на 1 л воды. Очень доступно и просто отмерить. Дальше моя любимица и очередная незаменимая помощница, участница моего квартета янтарная кислота. Мне удобно пользоваться вот в такой форме выпуска. Это флакончик с белым кислородным порошком. То есть у меня янтарка именно в сухом виде. Я ее растворяю в маточном растворе. Об этом уже есть видео на канале плейлист полив. И потом уже довожу до необходимого готового объема. Мне нравится и удобно тем, что она идет фасовкой той, которая мне уже нужна. Здесь 2 грамма на 1 литр воды. Остается только растворить. Есть жидкие формы янтарин. Обращайте там внимание отдельное, потому что там могут быть вспомогательные вещества, что разжижает состав. И поэтому возможно или же там зависит сама концентрация янтарной кислоты. Например, упаковка может быть маленькой, но сильно концентрированной. Поэтому уже в жидкие формы обращайте внимание на обратную сторону упаковки. И скорее всего руководствуйтесь теми рекомендациями производителя. Также, конечно же, у меня имеется в аптечке для орхидеек корневин в наличии. Всегда под рукой. Но тем не менее, я вам скажу, и вы знаете прекрасно, он не является активной позицией как в квартете, так и в пятом колесе. Потому что корневин не так мне понравился по своему воздействию на корневую систему. Все-таки он даже и рядом не стоит по воздействию с янтарной кислотой. Поэтому корневин как гетероуксин, как в принципе из группы гормональных препаратов, я бы, наверное, вам рекомендовала использовать только в том случае, если ситуация плачевная. То есть ни в какую, ничего другого не помогает, не справляется, это раз. Во-вторых, если вы в принципе не имеете другой альтернативы, и в-третьих, возможно, просто это будет какой-то индивидуальной реакцией растения. Потому что некоторые откликаются положительно, а некоторые могут как-то его что-то не усваивать. Это тоже зависит и от почвы, от ее кислотности, от состояния растения, сколько корни готовы принять тот рецепт, тот рацион, который вы вносите, и его поглотить полностью. Иногда есть вещества, которые являются ингибиторами. Поэтому, обращаю ваше внимание, всю таблицу Меделеева мы стараемся не вносить в почву. Потом от этого могут быть проблемы. Максим и фундазол, как сильные, серьезные фунгициды, конечно же, тоже у меня умеется в группе препаратов, помогающих спасать орхидейки из оценок, больных растений. Но это уже разряд, мне кажется, более такого сильного, усиленного лечения. То есть если мы занимаемся уже реанимацией орхидейки с максимальной задачей нарастить растению корни, то все-таки я считаю, что фундазол и Максим – это те препараты, которые будут бороться с болезнью, но, конечно же, они никак не смогут еще из себя выжать вам корневую систему. То есть мы их благодарим безумно за то, что они просто справляются с своей задачей. Они останавливают, они истребляют патоген. То есть это противогрибковые препараты. Но иногда у нас растения лишаются корневой по причине гнили, без каких-то грибных заболеваний под типом сосудистого вядания. И поэтому, обращаю ваше внимание, без надобств не вносим. Ну а если случилось так, что корни орхидеи пострадали по причине гнилостных процессов, то есть растение потеряло корневую, потому что вы, например, залили. То есть орхидея получила влаги больше, чем в этом нуждалось. Условия содержания, как холод, как плохо аэроцированный состав. То есть аэроция циркуляции настолько мала, что испарение влаги, оно замедляется. Воздух не циркулирует, испарение практически не происходит. Соответственно, корни стоят в болоте. Все это, конечно же, неизбежно приведет к тому, что растение обязательно лишится корней. Все даже сухие участки, они все равно начнут разлагаться в этом болоте, в этом избыточной воде. И потом, конечно же, все незамедлительно приведет к тому, что появится и грибок и так далее. Может быть, до какой-то тяжести болезни это не доведет, но тем не менее. Я всегда после любых, даже малейших участков гнилых корней обрабатываю фитоспорином. У меня профилактика разовый сезон есть для полностью поголовно всех особей коллекции. Но для тех растений, которые, например, что-то такое мне не нравится подозрительно, где-то какой-то корешочек сподгулявший, то в таком случае обязательное правило номер один – фитоспорин. Его очевидным плюсом является то, что это все-таки биопрепарат. То есть это, что называется, заселение, регуляция полезной микрофлоры. После таких обработок растений, помимо того, что лишится грибковых заболеваний, оно еще и хорошо будет простимулировать те бактерии, которые смогут быть настоящими агентами. Они будут, как раз, называется, перерабатывать те удобрения и продуктами своей жизнедеятельности снабжать орхидею питанием. И еще мой вам совет. Когда готовите препарат в порошке фитоспорин, то помимо рекомендаций производителя сделать это заранее, то есть за 2 часа до обработки, я еще рекомендую вам относиться к фитоспориному раствору как к дрожжевому тесту, то есть ставить его в теплое место, без сквозняка, без света. Это поможет вам усилить тесте препарата и повысить эффект. Если вы все делаете правильно, постепенно, то результат не заставит тебя ждать. Посмотрите, какие корешочки. Это прекрасная оценка тому труду, который я провела. Поэтому искренне вам советую повторить у себя в домашних условиях.